Как рассчитать расход ткани? Прежде чем идти в магазин за тканью, очень хорошо, если вы знаете, какое количество ткани вам потребуется, чтобы ткани было достаточно. Есть множество способов расчета расхода ткани. Со временем и с большим опытом вы с легкостью сможете быстро рассчитать количество необходимой ткани для любого размера. Но чтобы сделать это с минимальными погрешностями, можно воспользоваться способом из этого урока. Вам потребуется отрезок ткани стандартной шириной 140-150 сантиметров. Если такой ткани нет, можно воспользоваться обычной простыней, но часто ее ширина бывает больше. Поэтому сначала сложите простынь так, чтобы ее общая ширина получилась 140-150 сантиметров. Или, если мы замеряем от сгиба до края, до кромки, около 70-75 сантиметров. Для того, чтобы максимально точно узнать необходимое количество ткани, вам нужно полностью подготовить выкройки. То есть провести необходимое моделирование, а также желательно воссоздать желаемую длину на выкройке, на бумаге. Либо можно сделать это сразу же на ткани. Чуть позже покажу как. Начнем раскладку с детали полочки. С ней мы уже работали в предыдущем уроке. Это передняя половинка изделия. Вы уже знаете, как правило, линию середины передней половинки изделия мы прикладываем к сгибу для того, чтобы не иметь лишних швов. Разумеется, если по середине передней половинки не предполагается никаких застежек, планок и так далее. Мы можем приложить деталь полочки плечевым срезом, то есть линии плеча ближе к верхнему срезу ткани. А можем перевернуть лекало и линию низа изделия приложить к срезу ткани. Если, к примеру, вы предполагаете, что длина изделия будет больше, то можете отодвинуть деталь на желаемый уровень. Затем просто обвести и продолжить линию бокового среза. Кстати, здесь не обязательно очерчивать линии срезов и откладывать припуски на швы. Вы можете сделать это на глаз, проверяя и контролируя себя мерной лентой. Приложим спинку, и если, к примеру, по низу полочки, то есть передней половинки изделия, мы оставили 4 сантиметра, то и спинку нам необходимо приложить на том же уровне, то есть оставив снизу 4 сантиметра. Также закладываем на швы посередине задней половинки и отодвигаем середину спинки от кромки чуть глубже, в сторону сгиба. К примеру, мы хотим шить сарафан без рукавов, поэтому сейчас можем замерить длину изделия. Только при этом не забываем, что у нас еще должны быть припуски на швы по плечевым срезам, по линиям плеча около 2 сантиметров. Замеряем количество ткани от нижнего среза до плечевых срезов, учитывая припуски на швы. Кстати, для обработки линии горловины и проймы вам может потребоваться дополнительная ткань. Может быть достаточно того выпада, который остался между деталями, возможно, вам придется добавить еще немного ткани, около 15-20 сантиметров. Есть ли изделие с рукавом? Посмотрим, как расположить его. Мы помним, что все детали раскладываются в длину вдоль кромки, вдоль сгиба, поэтому и рукав прикладываем в длину. Вплотную к деталям полочки и спинки мы приложить его не можем, поскольку мы помним, то необходимо будет откладывать также припуски на швы. Поэтому отодвигаем рукав так, чтобы осталось на припуски для полочки, для спинки и для рукава. Также закладываем припуски от верхней части рукава, то есть от оката, около 1,5-2 сантиметров. Поперек мерной ленты я зафиксировала длину ткани, которая нам потребуется, если мы расположим рукав таким образом. Что если сместить рукав ближе к кромке, то есть расположить его над спинкой? При этом не забываем про припуски по плечевому срезу и по низу рукава, поэтому рукав немного отодвигаем наверх и в результате получаем ткани чуть больше, примерно сантиметра на 3, чем в первом варианте. Ну а если мы приложим рукав над полочкой, то здесь расход увеличится еще больше, примерно на 5-6 сантиметров. Есть еще один способ раскладки рукава, и он наиболее экономный. Это перевернуть рукав. Но такой способ раскладки лекал не подойдет, если у ткани есть определенное направление рисунка. К примеру, цветы в одном направлении. И если мы перевернем рукав в другую сторону, то и цветы, соответственно, будут перевернуты. Но если нет односторонне направленного рисунка, то можем позволить себе перевернуть лекало. Также не забываем сразу закладывать припуски на швы. И, как видите, расход сократился практически на 10 сантиметров по сравнению с первым вариантом. Ну а те выпады, которые остались справа и слева рукава, можно использовать для раскроя мелких деталей. К примеру, обработки среза горловины обтачкой и манжет. Разложили выкройки и можем снова посчитать количество необходимой ткани. С учетом припусков на швы замеряем длину ткани по кромке либо по сгибу и получаем необходимое количество ткани. Кстати, к этой величине советую добавить еще немного на усадку. Некоторые ткани после влажно-тепловой обработки, после утюжки или после стирки дают усадку. Об этом вы можете также спросить у консультанта в магазине тканей. Как правило, они дают рекомендации. Процент усадки может быть разным, поэтому для некоторых тканей может потребоваться дополнительных 5 сантиметров, а для некоторых 15. И в заключение дам вам еще один небольшой совет, который пригодится вам, если вы кроите изделие раскалешенного силуэта. К примеру, если мы приложим спинку и полочку, как в первом варианте, то есть в одном направлении, боковыми срезами друг к другу, то расстояние между ними не даст нам возможности сделать большое раскалешение. В таких случаях можно детали переворачивать, направлять их в разные стороны. В результате вы сможете сделать большее раскалешение, как по спинке, соблюдая, разумеется, припуски на швы, так и по полочке. Но такой вариант, конечно, не подойдет, если у ткани есть определенное направление рисунка. Что делать с такими тканями? Придется раскладывать детали в одном направлении и друг за другом. Таким образом, сначала мы кроим полочку и делаем необходимое для нее раскалешение. И прямо над ней, либо немного в сторону, кроим спинку с необходимым раскалешением. Остаются достаточно большие выпады, но эти выпады можно использовать для раскроя рукава и мелких деталей.